Ранее мы испытывали на прочность 100-тонным гидравлическим прессом железный шар. Судя по характеру его деформации, он был изготовлен не из самого твердого сорта стали. В блин его конечно не раздавило, но тем не менее половину от своего диаметра он потерял. Когда мы испытывали на прочность подшипники, мы увидели, что шарики имеющиеся там имеют очень и очень высокую твердость. Когда подшипник полностью был раздавлен, от шариков остались довольно-таки приличные вмятины на поверхности пресса. Я вам пообещал, что в одном из ближайших видео мы испытаем на прочность именно эти самые шарики разных размеров. И плюс ко всему, все эти шарики будут от советских подшипников. Если вам нравятся такие жесткие эксперименты, то вам понравится и тяжелая хардкорная игра в стиле королевской битвы PUBG. Это одна из первых игр в жанре королевская битва, практически родоначальник жанра. Появилась всеми любимая обновленная карта Викенди с Диналендом и поездами, на которые можно садиться. Титулы Выжившего уходят в прошлое, на смену им пришла новая ранговая система. С обязательной верификацией для предотвращения нечестной игры некоторыми игроками. Максимально высокий реализм, баллистические показатели оружия приближены к реальным. Пора опробовать в игре новое оружие, легендарную винтовку Мосина, образца 1891 года. Не пропусти старт нового сезона. Ссылка на игру будет в описании. Сейчас вы увидите, насколько они прочные и твердые. Начнем с такого небольшого шарика. Что? А где это он? Неужели у него настолько высокая твердость? Его полностью вдавило в подставку высокоуглеродистой стали. Кто помнит, эту маленькую вмятинку после себя оставил алмаз. Сейчас посмотрим, что покажет нам вот этот большой шар. Он тоже выдержал всю приложенную нагрузку в 100 тонн. И мало того, что выдержал, то еще и вмял контактные детали пресса. И не получил при этом абсолютно никаких повреждений. Нормальная такая вмятина получилась. Она глубиной почти сантиметр. Судя по всему, с таким большим шаром шансов справиться нет. Давайте хотя бы попробуем как-нибудь раздавить эти шары поменьше. Твердость этих контактных поверхностей около 30 единиц по Раквеллу. А твердость этого советского напильника 65 единиц. А это практически предел возможной твердости стали. Сейчас мы сделаем из этого напильника контактные поверхности. Попробуем раздавить шар от подшипника между этими двумя кусками напильника. Верхний кусок напильника закреплен самым надежным способом, с помощью пластилина. А это чуть надежнее, чем сопля. Так что во время контакта, скорее всего, будет вылазить пластилин. На это можно не обращать внимания. Напильник раскололся при нагрузке чуть более 30 тонн. А шар, судя по всему, опять не получил никаких повреждений. Ну да, шар как новый. А напильник мало того, что лопнул, то еще можно заметить вмятину, которую оставил на нем шар. Неужели в Советском Союзе был Адамантий? Я уже, честно говоря, начинаю сомневаться, что у нас хоть как-нибудь получится расколоть этот шар. Возьмем такую пластину. Это кусок автомобильной рессоры. Ее твердость 45 единиц по Роквеллу. И она не такая хрупкая, как напильник. Может быть, у нее будут хоть какие-то шансы. И верхняя насадка такой же примерно твердости. Ну наконец-то, при усилии в 70 тонн, шар все-таки решил сдаться. По количеству искр на замедленной съемке можно судить о объеме энергии, которая освободилась при этом. Этот шарик намертво вдавила в этот кусок рессоры. И судя по отметине на обратной стороне, эту пластину практически продавила этим шариком. А также на тот свет шарик забрал с собой и насадку. Помимо здоровенной вмятины, появилась еще и немаленькая трещина. После такого эксперимента с шариками из советского адамантия, у меня появилась интересная идея. Попробуем использовать шар от советского подшипника в качестве контактной поверхности для насадки. Я думаю, у такой насадки будет колоссальная разрушающая способность и живучесть. Хотите это проверить? Субтитры создавал DimaTorzok